Пышные ветви почти 30 метров в высоту. Рабочих, которые карабкаются по стволу, издалека можно принять за белок. Такие внушительные габариты у дерева. Эта ель по параметрам лесоводов идеальна, как 90-60-90 в модельном мире. Приезжаем сто раз по этой дорожке. На сто первый раз я ее приметила. Она мне как-то бросилась, в глаза солнышко посветило. Наталья Гусева нашла это дерево еще в апреле. Кругом тысячи похожих, но лесничий методично отметает конкуренток. Прежде всего смотрит на ствол, не меньше полуметра диаметром. 60 метров это как, в смысле, что то есть я? Вот такая вот. А это я, да, легко обнимаю. На стволе не должно быть проплешен, ветви пушистые, важные, чтобы дерево не болело. Ну если она будет пушистая и желтая, она для Кремля, естественно, не годится. Жесткий конкурс красоты для елок длится целый год. Сразу как заканчиваются зимние праздники, начинаются поиски новой претендентки. У этой ели было 30 соперниц по всему Подмосковью. Помимо внешнего вида, одно из главных требований – возраст. Около 100 лет. Потому что после 100 лет елки начинают уже болеть и портиться. Поэтому вот это самый такой возраст, когда ее надо спилить, и она еще живая. Провожать елку победительницу приехали жители всех окрестных деревень. Новогодние гуляния для них начались уже сейчас. У нас елки самые лучшие. Мы горды, горды тем, что наша елка, как нам сказали, будет на Соборной площади Кремля. Так, сами оцените, какая красавица. Потом мы поедем на Красную площадь и навестим нашу елочку. Кремлевскую елку выбирают еще со времен Николая Первого. Это настоящая традиция. И вот на ветке накидывают последние крепления. К стволу подходит лесоруб. Всего полминуты, и дерево взмывает в воздух. Самая сложная часть – это уложить елку на специальный погрузчик. Красавица хоть и устроенная, но весит целых 4 тонны. Это как средний африканский слон. Поэтому для ее поддержки требуется сразу два крана. Дерево бережно укладывают на подставку, чтобы не упало ни одной лишней иголки. В таком положении ель пробудет до вторника. После чего ее специальным автопоездом отправят к стенам Кремля. Внутрь она попадет через ворота Спасской башни, которые, как известно, открывают только дважды. В День Победы и под Новый год.